У нас Харьков есть на связи. Лида Калинина там. Лида, насколько сложно у вас проходили выборы? Были ли ситуации, которые можно прямо квалифицировать как нарушение, как злоупотребление, как попытку фальсифицировать выборы? Добрый вечер, Дима. В Харьковской области, поскольку она рядом с зоной АТО, предрекали на выборах провокации и даже теракты. До голосования прошло в обычном режиме, правда без инцидентов не обошлось, однако они скорее должны были запугать избирателей. Ночью якобы заминировали Харьковскую школу, в которой расположены три избирательных участка. А за 15 минут до начала голосования еще и больницу в Новодоложском районе, там также находится избирательный участок. Не там, не там взрывчатку не нашли, но вот голосование в больнице пришлось начать позже из-за проверки. А школьного минера милиция задержала в этот же день, ну то есть уже днем задержала, оказалось пьяный мужчина просто решил пошутить. В другой школе в Харькове уже днем двое мужчин пришли на участок с автоматом Калашского и магазинами полными патронов. Оружие прятали в рюкзаке, якобы представились корреспондентами и даже сами вызвали милицию, когда заметили какие-то нарушения. Ну а те обратили внимание на заявителей и решили их обыскать. Их двоих забрали, запаковали все содержимое, кулек и увезли. А там оказалось какое-то доверенное лицо депутата какого-то действующего. Задержанные якобы сообщили милиции о том, что в подвале школы гранаты. И это оказалось правдой. Правда, и откуда она там взялась, следователи до сих пор выясняют. Массовых нарушений на участках наблюдателей не заметили. Задержан один мужчина, который пытался купить голоса. Правоохоронцы затримали людину, яка сплачувала выборцам 200 гривен до захода на дельницу. И обещала еще 200 гривен после, если эта людина или люди проголосуют за конкретного кандидата. Вместе с харьковчанами сегодня голосовали и беженцы из Донецка и Луганской области. Около 2,5 тысяч человек. А в военном госпитале раненые солдаты. Правда, раненые смогли проголосовать не все. Списки поступали до среды. Поэтому те, кто попал в госпиталь позже, право голоса на этих выборах лишились. Там, где наибольшие новых прозвищ молодых в списках. Ну и те люди, которые там, я, конечно, что себе не заплямывал, которые себя где-то там показали честными. Ну, так старался, так выбирать. Сегодня и мэр Харикова Геннадий Кернес на избирательный участок. Он приехал в инвалидной коляске. И накануне в соцсетях активно распространяли информацию о том, что мэр якобы умер. И вот сегодня все могли воочию убедиться, что это не так. И в Харьковском СИЗО сегодня проголосовала скандальная экс-мэр Славянска Нелли Штепа. Она прославилась поддержкой сепаратистов, когда те захватили Славянск. Сейчас она фигурант уголовного производства по делу о сепаратизме. Пришла на избирательный участок Нарядное в белом платье. Но с журналистами общаться отказалась. Ну, а сейчас в Харькове уже закрылись все участки. Идет подсчет голосов. И уже утром мы увидим первые официальные результаты. И узнаем, как проголосовали харьковчане. Дима. Спасибо, Лидия Калинина. Была с нами на связи из Харькова. Есть информация, которую мы буквально только что, даже не столько получили, сколько перепроверили у западных дипломатов. Так вот, посольство, которое мониторит ту же ситуацию, сообщает в своей столице. По их данным, явка составила чуть больше 51%. 51,5%, мне кажется. Порядка 52% насчитал на данный момент центр избирком. Так что, в принципе, вот эти данные коррелируются. Вaron, спасибо, Лидия Калинин, века. Продолжение следует...